Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человека. Некоторые особи превышают обычные для человеческого восприятия размеры. В некоторых случаях они даже могут съесть целиком вашего домашнего питомца. Примечательно, что эти животные все существуют в реальности на австралийском континенте. Однако, по слухам, в Австралии обитают и куда более шокирующие существа, о которых молчит официальная наука. В англоязычном сегменте сети ходит очень много слухов, что Австралия и вовсе является вымышленным материком, и через этот мираж скрывают реальную информацию о расположенных там территориях и их настоящих обитателях. Получается, что согласно этой версии, часть Австралии плотно заселена, а другая часть надежно закрыта от любопытных глаз, охраняемой стеной. Об этом мы уже не раз говорили с вами на канале Свидетель Windows, и все ссылки с видео про забор Австралии вы найдете в описании к этому видео. Этот материал я нашел для вас на YouTube-канале Логово, и ссылка на источник также будет в описании к видео. Известно, что с конца XIX века в Австралии началось строительство оград и заборов, которые закрывают практически весь континент от края до края. И тут возникает закономерный вопрос – ради чего, а главное для кого и от чего? Согласно официальной информации, эта монументальная защитная конструкция оберегает густонаселенные районы от набега диких кроликов, собак Динго и других диких обитателей Австралийского континента. Но так ли это на самом деле? Кролики и собаки Динго, да и другие существа, могли бы легко прорыть подкопы в определенных местах и тем самым легко преодолеть эту прозрачную ограду, видео о которой легко найти в интернете. Конечно, кролики могут легко нарыть себе путь, только если этот забор не уходит глубиной метр три под землю. Но перейдем к неофициальной версии. Давайте рассмотрим старые карты Земли. Здесь мы действительно можем найти много интересного, на что у современной науки нет пока ответа. На одной из старых карт мира, датированной 1594 годом, вместо современной Австралии, находится огромный материк, который расположен вместе с Антарктидой. Есть также интересные названия у этого суперматерика – Magellanica Terra Australis. Похожих географических карт из прошлого огромное количество в глобальной сети, причем в свободном доступе. Неужели у древних картографов была одинаковая фантазия? Ведь одновременно такое придумать однозначно очень сложно. Примечательно, что и Южная Америка в то время соединялась с этим суперматериком. И здесь интересно, что далее можно найти еще более точную карту, которая также показывает единый континент Австралии и Антарктиды. Но здесь четко видны уже, помимо различных географических упоминаний местности, и огромное количество животных, обитателей этого суперконтинента. И если посмотреть поближе, то можно увидеть обычных представителей австралийской флоры, которые все нам знакомы по учебникам биологии. Однако древний картограф нанес сюда и тех существ, которых принято считать вымышленными или даже сказочными. Возможно, у географов того времени была просто бурная фантазия? Возможно. Или нет. Зачем наносить на карту изображение единорога, крылатого льва и грифона, и еще нескольких странных существ, которые сложно поддаются описанию? И если одногорбов верблюда действительно можно и сейчас легко найти на австралийском континенте, то куда делись грифон и единорог? А что если эти сказочные обитатели и сейчас вполне реально существуют на австралийском континенте, на закрытых землях? Сказка-ложь давний намек. Не исключено, что когда-то эти существа вымерли по разным причинам, ведь и обычные виды зверей и животных подвержены вымиранию. Или, как версия, их могли намеренно истребить по разным причинам. А в преданиях древних народов есть и более невероятные существа. Так кто на самом деле обитает за забором Австралии, помимо кроликов и диких собак Динго? Кстати, как раз вот свободно посмотреть на кроликов и собак Динго и не получится, даже если очень сильно захочется, ведь периметр забора достаточно хорошо патрулируется. И об этом мы с вами уже не раз говорили в предыдущих видео о заборе Австралии. Некоторые из аборигенов рассказывают о неком загадочном существе под названием Бурунжиор, гигантской ящерице, которая поедает кенгуру. По свидетельствам малочисленных очевидцев, Бурунжиор передвигается на двух огромных лапах и достигает длину до 8 метров, а его страшный рык можно услышать за сотни метров. Одно из запоминаний о Бурунжиоре относится к 1985 году, когда он внезапно вышел на дорогу в проезжавшей машине и попытался перевернуть ее вместе с пассажирами. Хотя достоверных фотографий этого страшного обитателя Австралийского континента и не существует, из краткого описания становится ясно, что Бурунжиор вполне может относиться к какому-то из видов хищных динозавров. Например, Бурунжиор вполне может оказаться велоцираптором или даже тираннозавром. Примечательно, что отдельным исследователям удалось найти относительно свежие следы этого существа, которые отчетливо напоминают лапы хищной реликтовой рептилии. Еще одна загадка Австралии находится на острове Хук. Остров Хук – один из островов Уитсанди у берегов австралийского штата Квинсленд. Остров почти необитаем, довольно труднопроходим и почти полностью находится в пределах части национального парка островов Уитсанди. Ранее именно здесь располагался туристический заповедник и туристическая смотровая станция. Но на сегодняшний день остров закрыт для туристических путешествий. Уже достаточно странно, не так ли? Сам же остров Хук могут посещать немногочисленные смотрители различных технических сооружений. Среди астралийцев ходят легенды и о неком страшном монстре с острова Хук. В 1964 году местный житель по имени Роберт Лесерек с семьей и друзьями отправился на лодки на остров Хук. Внезапно они заметили огромное существо в воде в одной из островных бухт, куда они шли под парусом. Существо, казалось, отдыхало на мелководье. Роберт удалось сделать несколько фотографий этого монстра. Друг Роберта решил спрыгнуть с лодки, чтобы получше заснять это аномальное существо. Однако оно внезапно начало движение в сторону плывущего человека, и приятелю Роберта пришлось срочно залезать обратно на лодку. Этот монстр напоминал гигантского головастика без плавников с темной и гладкой кожей. При этом глаза этого существа были отчетливо видны сверху на голове. До сих пор неизвестно, существует ли монстр с австралийского острова Хук на самом деле. Однако неспроста, как уже упоминалось, остров Хук закрыт для туристических посещений. Также следует упомянуть и еще одну тайну Австралии – мегалодона. Мегалодон был гигантской акулой, которая достигала длину не менее 20 метров. Согласно официальным научным данным, мегалодоны были грозой морей и океанов около 3 миллионов лет назад. Одно из упоминаний мегалодона из Австралии относится к месту под названием Порт Стивенс. Эта туристическая локация крайне популярна среди любителей рыбной ловли. В одной из архивных записей, относящейся к 1918 году, говорится об акуле невероятных размеров, которая нападала на рыбацкие лодки и поедала всю выловленную рыбу. При этом превращая плавательные средства рыбаков в щепки. Согласно все тем же архивным записям, гигантская акула была белого цвета, а вода вокруг этого монстра глубин буквально закипала. Получается, что забор Австралии, возможно, охраняет заповедник с древними и очень опасными существами, которые вымерли много миллионов лет назад. А может быть, за стеной Австралии и вовсе находится парк юрского периода, куда могут приезжать на экстремальной сафари состоятельные люди или просто там решили сохранить выживших реликтовых существ для экспериментов и банального изучения. Ведь никто до сих пор не задавался вопросом, откуда официальные ученые так уверенно знают не только о цвете чешуи вымерших динозавров, но и очень точно могут описать их повадки и поведение. Всего лишь на основе найденных останков и костей? Вряд ли. Здесь терзают очень большие сомнения. Однако это всего лишь версия, почему в Австралии столько заборов и почему много территорий огорожены от любопытных глаз. И вопросов пока больше, чем ответов. А вы что думаете? Напишите, пожалуйста, ваш комментарий. И если вам понравился этот материал, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ударьте в колокол, а также прошу вас, подписывайтесь и на Телеграм, так вы точно будете в курсе всех новых роликов и стримов на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok